вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот привет привет она наверно уже эта запись пошла потом я тебе ее покажу тебе понравится понравится мы ее не поставим потому что у нас такое правило что мы без разрешения никогда записи не никогда не выставлять но поскольку ты у меня занимаешься и готовишься как специалист поэтому я тебя я тебя тренирую и записях и без записей чтобы ты научилась со всеми так вот общаться но ты умеешь хорошо общаться ты так свободно себя чувствуешь и общаешься но у нас школа школа и поэтому все специалисты которые у меня занимаются они должны быть подготовлены к самым разным восприятием людей разным восприятием людей самое главное что они должны в первую очередь знать для чего создана школа и правила общения в школе вот я хочу напомнить помнишь наша наша хомофоторус да 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 для всех тоже хочу напомнить что там рука вот такая всплывающая всплывающая левитация всплывающая рука почему я тебе об этом говорю потому что одновременно говоря тебе я говорю все и вот то что мы делаем сейчас видео общение на эту тему это важно для всех всплывающая рука это левитация и что по существу школа хомофоторус посвящена тому чтобы уже сегодня люди могли сами открывать у себя качество человека будущего и причем тут левитация левитация при том что мозги есть несколько состояний чем бы мы ни занимались и мы или работаем любим ли мы или смотрим телевизор или ботинки надеваем мы всегда находимся как смена времен года в этих базовых состояниях это либо бодрствование либо сон либо сон со сновидениями либо это транс и одно переходное состояние нейтральное состояние работы мозга состояние свободного сознания состояние нуля состояние между ними как переходное состояние и вот мы школе обучаемся тому чтобы мы могли легко переходить из одного состояния агрегатного базу другое по собственному желанию то есть у людей это происходит неосознанно чтобы человек будущего а это каждый из нас сегодня делать это осознанно и этим самым экономить больше энергии этим самым выходить из стресса быстрее проще и экономить эту энергию на то чтобы больше творчеством заниматься созидать потому что я там написал в школе человек будущего что от выживания к созиданию когда мы к стрессе и стрессе находимся все наши клеточки мозга заняты только тем как бы выжить и у нас включаются инстинкты самосохранения оборонительные рефлексы когда встречается с кем-то с другим в первую очередь если это не близко знакомые или допустим неожиданные изменения в жизни в первую очередь он пытается обороняться защищаться самоутверждаться это оборонительные рефлексы бе-беги и стекса а когда он адаптировался у него же появляется свобода когда он знает как себя вести там и так далее я почему это все рассказываю потому что у нас люди то все разные по своему восприятию жизни рождаются рождаются даже со своим мироощущением один ребенок родился у него мир весь немножечко уже мироощущение окрас мира уже есть другой родился у него тоже окрас мира уже есть и в этом окрасе вот люди всех воспринимают ну как будто он такой же как его на самом деле все структурно одинаковые одинаковые раз окрас вот этот индивидуального различия вот например 30 процентов людей очень легко входит транс но так легко это из них получаются хорошие актеры художники писатели они вот так легко входят в это состояние стоит немножко сосредоточиться как только они играются в каком-то направлении где они хотят о чем-то думать в этот момент они могут легко войти в транс и начинает думать там и у них получается для другого человека войти в это состояние очень сложно потому что он в это время в другом трансе находится да я хочу писать стихи а я в этот момент нахожусь как бы под доминантой того что вот мне должны сейчас позвонить и я не знаю как им ответить и это не дает мне перейти туда вот это же есть самое сложное у человека усилие воли которую он делает для того чтобы перенастраиваться и там больше всего энергии и поэтому если он допустим хочет сидеть работать над книгой над статьей а в это время его все время кто-то отвлекает заставляет заниматься другим делом отвечать ему все время надо переключаться вот на эти переключения он тратит больше всего энергии а мы обучаемся тому чтобы он легко мог переключаться и вот эту энергию тратить на творчество так вот пока человек обороняется защищается пока он стрессе находится сталкиваясь какими-то неожиданными непредвиденными иногда неприятными ситуациями для себя он не может в этот момент быть свободным чтобы созидать а чтобы что создавать новое надо быть свободным от страхов комплексов и по его здесь возникает некоторые у людей недоразумения но представь себе такую вещь к примеру 30 процентов людей легко ходят транс им ничего этого не нужно и они так и думают что все такие и поэтому да чё ты мучаешься ты просто вот так сделай его начинает этому человеку говорит как директор ты сделай так 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 и у тебя все получится а то так делает у нее ничего не получается да есть школе тоже есть люди которые легко ходят транс и им странным кажется что это другие не понимают что да 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 есть ну конечно вот у меня есть такая сутармина которая знаю много лет которая сразу ходит транс и она поскольку она думает что все такие она говорит на чё там надо раз я горчу жизнь живу в ключе непонятно это мне самому непонятно как можно жить в ключе всю жизнь понимаешь я им все время говорил слушай ты пойми другие люди не могут а она когда я буду их учить я им скажу как надо делать она не может как надо делать потому что это ей так а другому не так поэтому нас принцип подбора путем перебора когда мы учим человека думать как делать и подбирать то что ему подходит а не то что ей подходит это она легко раз и сделала и у него все получаю а у другого человека не получается и поэтому принцип подбора путем перебора и поэтому директивный тон обучения мы убрали а у нас объяснительный тон обучения и в этом объяснительном тоне где мы предлагаем разные варианты делимся личным опытом или приводим примеры других людей директивный опыт общения у нас вообще-то не практикуется в школе у нас практикуется диалог 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 и у нас школе и у нас в школе принято это есть демократический способ общения диалог и у нас есть принципы в школе общения это например специалист уже имеет право ближе быть тому что говорить как лучше делать а все остальные которые не в курсе дела еще они не могут другим говорить как делать они еще сами не знают этих особенностей и вот когда я вижу что в школе кто-то говорит а ты не так делай вот так делай но морального права не имеет он еще не специалист чтобы так говорить и тонкости некоторых не знает потому что он может очень хорошо знать как это применять лично для себя но он еще образованным педагогом как учить других людей потому что одно дело например знать русский язык а другое дело преподавать русский язык это немножко технологии это очень важный момент потому что например вот этот оттенок восприятия жизни оттенок восприятия окрас вот этот вот интонации но представь себе вот 30 процентов которые легко входят раз который легко становится актерами режиссерами писателями а другие лучше становятся аналитиками аналитиками и вот такой пример простой представь себе что человек родился и все видит в синим цвете сколько ему нужно преодолеть трудностей и проблемы конфликтов чтобы он наконец-то него дошло что другие люди видят не в синим цвете почему-то дольтоников да 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 ему очень много придется он же это осознать не может потому что у него нету этого чувственного опыта у него другой опыт чувственный и представим себе что это человек который видит все в синим цвете будет учить других людей видеть правильно ну да так вот шутер мину сколько лет прошло я вот перестал все уже найти темы разговаривать я перестал с не вообще общаться потому что она все время директивно всех заставляет видеть вещи как видит она потому что она легко ходит трасс она ходит в это состояние начинает вот так дела и вы у вас получится она удивляется почему других не получается она горит надо тебе дать под зад как следует у тебя получится то есть она начинает директивным способом понимаешь а у нас абсолютно недопустим директивный способ обучения этого директивного способа люди устали это во первых говорит о том что чек не понимает что у другого человека может быть другое мироощущение и на этом стоит мир на этом конфликте мир стоит на конфликте на том что человек думает по ошибке что другие люди устроены так же как и он и когда он общается с другим человеком на самом деле он общается сам собой ты меня слышишь да вот нет я вас не вижу я тебе так много говорю не для того чтобы тебе это много сказать я говорю так много для того чтобы всем это сказать да я понятно тогда надо как вот корректировать свой вопрос что ты хочешь чтобы тебе именно посоветовали вот размывочная вот вот так вот так ну скажи именно вот не знаю ну да да ну да ну когда люди начинают понимать главные правила общения в школе я это напоминаю всем там у нас появляются такие люди которые начинают учить других по своему личному опыту я всем говорю вы в нашей школе можете обмениваться личным опытом говорить у меня вот так не навязывать другому что надо делать именно вот так потому что навязывать так не нужно у нас нет директивного способа общения у нас диалог и только специалист который прошел подготовку как ты который проходишь подготовку можешь давать такие советы как рекомендации а все остальные должны обмениваться опытом своим личным и когда другой человек у него много таких коллег там с которыми на школе обменивается личным опытом все понимают что это его личный опыт он рассказывает и тогда тогда нет конфликта никакого это очень важный момент потому что мы специально эти правила написали в школе у нас есть администраторы которые следят за тем чтобы у на школе вот правил придерживались потому что вот например недавно выходит нашу школу человека пишет такое это все известно лучше переходите на такой-то сайт и рекламирует свой сайт но это же невероятная дикость потому что культура как раз отключается в том чтобы чужой дом со своим уставом не ходят чужой монастырь как говорится ты пришел в нашу школу но ты должен соблюдать наши правила надо же потому что ты имеешь возможность пойти в свою школу пойти в свой дом и там заниматься тем чем ты хочешь очень тонкие моменты которые очень важны ну а сейчас я хотел сказать какая ты молодец что у тебя большие успехи спасибо да у тебя больше я любуюсь когда я смотрю как ты там пишешь я смотрю как пишу тебе да я надеюсь у тебя будет все замечательно мы уже со специалистом поработать я хочу чтобы мы с тобой несколько таких видео сделаны я хочу чтобы ты набрала вопросы которые ты мне задашь о следующей связи ты мне будешь задавать эти вопросы я тебе буду отвечать и все увидят и все увидят как идет подготовка специалиста чтобы они понимали какие вопросы серьезные обсуждаются что это не просто так чтобы это было понятно потому что очень многие люди хотят быть специалистом хотят обучать других людей но как раз они должны понимать что это очень ответственная работа не просто так вот в том-то и дело хосе магомед извините мне задают лично мне задают вопрос потом я им а потом они мне пишут вот мне специалист вот так сказал ну зачем тогда ты не у меня спрашиваешь я лично свой опыт опыт ну да поэтому я лично к тебе говорю вообще лично ко всем обращаю что я тоже ко всем обращаюсь да 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 пишите пожалуйста что по моему конечно конечно слушала ты молодец ты молодец как ты солнышко молодец это мой опыт я вот постоянно если человек задает вот а сэмагомед у меня вопрос вот нулевое состояние да это я пустота в голове а транс это вот я значит использую транс транс в общем когда транс там всегда есть какая-то одна доминанта нулевое состояние вообще нет доминант это пустота раз это когда это пустота на что-то направленное например момент момент сильного пика напряжения когда штанги и штангу поднимает, у него в какой-то момент пустота, но направлено это все, сосредоточено на штангу, поднять ее. Если его в этот момент спросить, ты что в этот момент думаешь, он тоже скажет ни о чем. Потому что он находится в направлении. Это уже поток. Это уже поток. Есть поток. Это значит не ноль? Поток это транс. Это когда пустота направлена в направлении. Алло, опять попал. Да. Поток, поток. Это состояние, когда транс. То есть пустота направлена в направлении. Может быть на пике стресса, в момент, когда человек штангу поднимает, в момент, когда он погружен в решение какого-то вопроса, у него в какой-то момент образуется пустота. Что я имею в виду? Доминанта у него образуется написать стихотворение или статью, или штангу поднять. А все остальное в этот момент обслуживает эту доминанту. В этот момент он переходит через пустоту в направленность. И Будда говорил, что есть пустотная медитация, а есть направленная медитация. И он там сказал, направленную медитацию оставьте там нам, по-моему, в Тибете, тибетцам, а пустотной занимайтесь. Ну, что-то такое. Или наоборот, я уже не помню, какой из них там он говорит. А это нам оставьте. Что-то такое. Там есть разница. Давай мы с тобой на эту тему в следующий раз поговорим. Это необычайно важный разговор будет. Вот сегодня мне вопрос задали. Я задумалась. И думаю, пустота это ноль. Транс это тоже. Ну, вот пустоту ты же мечтаешь, значит, ты задаваешь в эту мечту и идет реализация. Это тоже транс. Ты включаешь и пустоту, и транс. Да? Ну, так же выходит. У нас во время разгрузки есть перезагрузка. Во время разгрузки есть перезагрузка. Зачем мы делаем разгрузку? Разгрузку мы делаем, чтобы освободиться от того, что нам мешает помечтать. Да. Потом мы выходим в состояние, если мы уже в нуле сидим, уже никакого мечтания быть не может. Да. Потому что там вообще нет мысли и нет эмоций. Это пустое состояние. Там не надо мечтать. Ты там и не сможешь мечтать, потому что тебе все пофигу. До нуля это делается. До нуля. Когда стрессовое состояние, стрессовую доминанту ты снял и уже ты освободился и ты можешь помечтать. Вот там помечтал, а потом ты находишься в нуле и все, что ты намечтал, туда она заходит. Это перезагрузка. Да. Это перезагрузка. Но вопрос заключается в том, что вот давай этот механизм, мы с тобой специально, это специальный разговор, чтобы мы эту перезагрузку рассказали, как разгрузка происходит и как перезагрузка происходит. Хорошо. Потому что перезагрузка-то на самом деле это смена доминанта реагирования реагирования на стресс-фактор. Ну да. Раньше мы на стресс реагировали вот так, а теперь, когда стресс появляется, мы после перезагрузки реагируем вот так. Вот это вот, как мы хотим реагировать на стресс-факторы, называется, антистрессовая подготовка или смена парадигмы, смена стратегии реагирования на стратегию защиты, обороны от стресса, убегания от стресса, успокоения от стресса, на новую парадигму. Чем больше стресса, тем больше сил. И что стресс решает наши, помогает решить, осуществить наши желания. Это стресс-трамплин. Это как раз-таки новая парадигма, которую можно сделать, пользуясь нулевым состоянием. То есть поменять доминанту. Это как раз человек будущего, который может питаться энергией стресса. Самый высший из энергии, он начинает ее использовать. Использовать. Но для этого он должен доминанту реагирования поменять. А для этого может быть вот это как раз нулевое состояние. Для смены доминанта. Но это же надо поговорить. Это так просто не делается. Да, вот это точно. Есть теперь обсудить, что. Ладно. Давай, солнышко, давай. Пиши, звони, дальше поехали. Наш куш в подготовке продолжается. Но школа у нас замечательная. Школа у нас замечательная. Я прямо с таким удовольствием смотрю, как вы там обсуждаете разные вопросы. Это просто у нас там появляются такие люди удивительные, которые такие вопросы задают, которые много это понимают уже. И как раз таки мы объединяем этих людей. Да. Давай. целую. До свидания. Там свяжемся. Счастливо. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе.